Музыка уже завораживает, правда, Маш? Да, мне очень нравится что-то многообещающее. Я смотрю тебе сегодня вечером просто всё нравится. Мне в последнее время вообще всё нравится. Нет, хотя вчера мне не всё нравилось. Ну, хотя бы сегодня вечером у тебя креативный и позитивный подход к жизни. О, давай смотрим. Между прочим, ты знаешь, чем вдохновлялись дизайнеры? Чем? Я тебе сейчас расскажу. Они вдохновлялись, во-первых, стихами Бадлера, во-вторых, картинами Ван Гога и знаменитой испанской художницей, которая, к сожалению, полжизни была инвалидом. Это картинами Фриде Каллода. Ну, знаешь, сразу бросается в глаза, конечно, хорошее качество. То есть всё так сидит хорошо. Обычно обязательные условия заезжих коллекций. Ну, знаешь, я думаю, что даже тот, кто пришивал пуговицы в модных домах, Александр Маквин и Исей Мияки, в принципе... Имеет представление. А, ну вот здесь уже какая-то такая колористика Фриде Каллода. Да, да. Яркие краски. Такая тревожная. Тревожная, но манящая. Манящая. Представь себе женщину в таком наряде, которая идёт по Рижской улице. Ну, знаешь, тут надо чётко разделять одежду для Рижской улицы и одежду для лондонского подиума. Ну, то есть ты считаешь, что рижанкам эти наряды не светят? Ну, ты понимаешь, в каждом показе есть часть платьев, которые будут сфотографированы и показаны в журналах, а часть такие, которые повесят на вешалку и все раскупят. И обычно одни с другими не совпадают. Поэтому к сложным неносибельным нарядам надо относиться как к заявке дизайнера, показать свою творческую сторону. А к таким платьям более простым уже можно присматриваться как к возможному варианту для вечеринки. Паша, посмотри, вот, по-моему, это Макси платьице вполне себе носибельное. Я бы пополнила свой гардероб. Да, и как-то о Макуине напоминает. Ну, так они стажировались у Макуина. Да, вот эти принты, по-моему, он и придумал пару сезонов назад. Вот эти называются дигитальные принты. Ой, как серьезно все? Вот этот цвет непонятный, изумрудный, говорят, очень модный уже. А, зеленки, боже мой, обычные детские зеленки. А, нет, ты знаешь, уже не зеленка, уже такой травы, травы или водорослей. Да, но это издалека освещение нам испортило, конечно. А вот это уже, по-моему, зеленка. Туфли красивые. Знаешь, вот, кстати, хорошая обувь, половина показа делает. Наши дизайнеры как-то периодически, как сказать... Наши дизайнеры очень любят, когда модели ходят босиком. Нет, ну, правда. Знаешь, хорошо, что прошли те времена, когда модели просили принести с собой черные туфли. Да, слава богу, это нас именовала эпоха. Вот эти красивые туфли, боже мой. Маша, я не знаю, будут ли они продавать свои модели, но, может быть, в туфли ты можешь попросить. Ой, к сожалению, я не ношу такие каблуки. Я отношусь к одежде и обуви как к элементу творчества и объекту восхищения. Ну, понятно. То есть тебе туфли понравились чисто с эстетической точки зрения? Да, да. То есть я могу, я, видимо, в силу своей профессии могу четко отделить то, что я бы себе купила, и то, что, боже, как красиво, ну, спасибо, не мое. Я напомню нашим зрителям и слушателям, что вместе с нами Мария Рудакова, редактор моды журнала «Лилит», и мы комментируем показ британских дизайнеров Федор Голан. Какой британский? Да, они представляют Британию, хотя, так сказать, один из Федора Родом из Латвии. Вот, а Голан Фридман Родом даже из Израиля, да. Ну, вот такой вот очень-очень мегаглобальный, интернациональный дуэт. О! Это модный намек на... Я даже боюсь сказать на что. Зато это все сфотографируют. И все поставят во все журналы. Ну, безусловно. Мы не будем говорить на что это модный намек. Кто поймет, тот поймет. Очень готический наряд. Да. Я как раз сегодня читала в журнале «Лилит» о новых секс-символах. Боже мой, кто же у нас новый секс-символ? Так первой позиции занимали актеры, снимающиеся в фильме про вампиров. Там пятый, шестый тоже про вампиров, десятый, одиннадцатый тоже про вампиров. В общем, тема вампиров. Я должна признать, что вампиры нынче в моде, я даже не знаю, радует это меня или нет на самом деле. Там был замечательный заголовок «Джордж Клуни ата-ата». Маша, я понимаю, что ты изо всех сил рекламируешь журнал «Лилит», и в принципе, он этого достоин абсолютно. Поэтому, дорогие наши телезрители, читайте журнал «Лилит», и вы узнаете все о самых последних модных тенденциях, о которых вам рассказывает Мария Рудакова, редактор моды. И она сейчас с нами. Да, а все хлопают платье. Маша, а вот ничего, что пол лица у модели не видно? Это из того разряда, о котором я говорила, что все сфотографируют и поставят журнал. А когда эту штучку снимут, окажется вполне хорошее платье без вот этого маски. Ну, то есть, в принципе, каждую модель можно приспособить к реальной женщине при желании. Ты понимаешь, показы специально делаются чрезмерными, то у тебя какой-то, то есть у тебя модели какой-то на лице странные мейкоп пятнами, то ли это какие-то маски на пол лица. Ну, чтобы как-то, конечно, развлечь, потому что, ну, что можно придумать больше, чем платье? Ну, естественно, это шоу, и наше шоу, судя по всему, продолжается. Достаточно спокойную мелодию сменила, экспрессивная. Наверное, сейчас выйдут все модели бычком. Маша, ты угадала, ну, не зря ты редактор моды, не зря. Мне понравилось. Да, мне кажется, публика тоже, ну, публика вообще сегодня очень благосклонная, но аплодисменты зарубежному дуэту дизайнеров, без сомнения, более громкие, чем... Ну, не будем никого обижать. Ладно, не будем. Не будем никого обижать. Красиво. Красиво, да, и жалко, дорогие телезрители, вы не видите. Маша аплодирует британским дизайнерам. Я не могу, потому что просто должна держать микрофон. Да, но в душе тоже аплодирую. Это правда красиво, необычно и ярко. Маша, спасибо тебе большое за комментарии. Я надеюсь, а вдруг ты к нам присоединишься еще и завтра. Да, вполне возможно, увидимся. Мы будем ждать Машу, а вы, дорогие телезрители, оставайтесь, пожалуйста, с нами. ыси дизайнерам. Продолжение следует...